Итак, всем привет, мы начинаем этот финал Кука Феникса, нокаута, Никита Петров бьется, слово Михайловскин, и мы записываем с Кириллом в широком видео. Только с Кириллом? Не только с Кириллом, сейчас Никита. Да, на самом деле. Мы не грушаем реман, просто мы записываем постфактум. Да, финал давно закончился, но мы не будем говорить в этом видео, как именно он закончился. Так что это будет небольшой интригой. И, в общем-то, первые две партии в неплохом, нормальном формате уже были выложены. С комментариями Пети, Петра Андреева и Васи Борисов. Да, и вот тут Никита Зеваска, Ладя Д8, но, к счастью, пешка на Е2 стоит. Да, на Ладя Д8 у белых всегда есть ресурс Е4, и как-то Кирилл подозрительно замолчал. Я здесь. Ну, Кирилл не любит, понимаешь, Кирилл? Он не видит здесь. Кирилл, тебе разно не нравится, что черный напад на мат в один ход? Да, по-моему, это гениально. Я думаю, кстати, что это какая-то задачка, потому что защиты нет. Но потом понял, что он Д1. Да, он Д1, наверное, минут после 40 я поднял такой ход. Хотя можно находить Аф-ки. Нет? Ну, в общем, я, конечно, знаю, как я здесь сыграл, но сохраню это пока втайне. Да, но все равно ладить С2, как бы, не прошли бы. И, мне кажется, ситуация просто нам ничего закончится. На самом деле у белых есть идея после защиты пешки Е2 сыграть Ж4 и запретить слона на Аф-3. Попытаться его поймать. Петь, что скажешь. И что-то мне рассказывает, что молодой шахматист с этой идеей не был знаком. Ну, молодой шахматист, видимо, опять не сообразил. Мне кажется, молодой шахматист в этой позиции беспокоил ход ЛДФ-4 и пешка на Аф-7 падает. Ну, пешка. Думала пешка. Ну, да. Все молодые шахматисты думают о пешках. Ну, я прав? Хороший момент, чтобы говорить о женщинах. Ну, вот и здесь я задумался играть. Водя Д1 или сдавался, потому что никакого другого разумного хода не видно. Просто один из участников данного финала очень любит попросту потратить время. Мы, кстати, вполне можем перемотать, потому что здесь все ясно. Мы не будем этого делать, потому что это очень рискованно. Да, но мы когда увидим... Ну, в общем, белый лого. Слава, на самом деле, партия далека от завершения. Вы сейчас все увидите почему. Возможно, много пешек. Но хотя нет. На самом деле, вот мне кажется, что как Петя, так и Кирилл, который молчит, переоценивают эту позицию. И если она... В общем, я сон не знаю, что белый здесь выиграл. Я думаю, что объективно ближе к ничьей. А, да, кстати. Вот после Солнца 4 и ладей Е2. А 5А4 эта пешка очень быстро меняется. А пешка Аж путем... А, да, точно. Ну, что скажешь тебе оправдать оценки вот этой позиции? Ну, пешка А меняется. Пешки А у белых нет. Ну, да, пешка А и Б меняется. В общем, белым тяжело свои пешки сохранить. Ну, так не счастливый, Игорь? Я думаю, не счастливый. Кирилл, а ты? 1-0. В самом деле, конечно, мои напарники не знают результаты этого матча. Он хранился в строжайшем секрете ото всех. Целую неделю на нашем канале. За экстрактом был матч, но там было настолько скучно, что я все забыл. Да, кстати, мы забыли сказать, что после первых двух партий, ну, вдруг, если кто не смотрел первую часть видео, я веду в этом матче со счетом 1,5 на пол очка. Партии белым удалось победить. С черными была партия Качели. И, в общем-то, сначала получил позицию с хорошим перевесом, в итоге чуть не проиграл ее, но в итоге партия закончилась ничью. И черные в этой третьей партии близки к размену последней пешки белых и, соответственно, фиксации ничейного исхода. Ну, да, я пошутил, что позиция скучная, но, на самом деле, она же реально интересна. Да, вот проблема в том, что если белым получили бы буквально еще один ход до консолидации, то они бы сохранили пешку Аш. Но черные начинают шахме приставать к королю, к пешке Аш, и неправильно, как выигрывать. То есть, ну, слон Б3 хоть вынужден, после этого опять ладья Д4, ладья Д3, и, как бы, как белым отклеится от вот королем от крайней пешки не совсем очевидно. Да, и, кстати, ладей не заменять, потому что угол на троцветах. Да? Ну, разумеется. Правда, я не совсем понимаю, как черные могут поменять ладей. Ну, там был момент, когда можно было как-то поменять, но белые умные это не сделали. Обратите внимание, что довольно сильно я уже отстаю по времени, ну, и поскольку король в любом случае не мог отойти от пешки Аш, то меняю, меняю. Кстати, в Нижнем Огороде был, в Лицмарконе был момент, когда у Кирилла была пешка не того цвета, и слон, и он был уверен, что он выигрывает, но он этого не знал просто. И было смешно смотреть, как он пытается выиграть. Ну, ладно, мы не будем дискредитировать. Я помню это, я смешнился. Комментаторов в глазах. Ты просто, вы не знаете предысторию этой партии. И на самом деле, там все гораздо запутанно. Предыстория подвески? Вообще, это вам говорит человек, который просто в позиции с голым королем, когда ему тянули руку, и прилагать ничем, он отказывался. Кого вы слушаете? Те, временем белых очень мало времени, давайте не будем отвлекаться. Счет матча повис на волоске. По-моему, у тебя в каждой партии мало времени вообще. Ну, что скажешь, объективы, конечно, ничья, но практически шансы на победу у белых есть. Ну, если всегда пешку, это ничья же, да? Ну да. Перерамотная защита. Конечно. Ну да, сейчас вспомнил, но король, кстати, уже в углу, то есть нужно убегать. Вот это неправильно, нужно было убегать на людей. Ворон предпочел перейти вот к известной стойке. То есть эта позиция все очень ничейная. Наверняка мы оба допустили здесь несколько ошибок на флажке. В один момент, мне кажется, у меня оставалось 4 десятых секунды. Не самое убедительное. Ну да, вот в этот момент. Ну то все еще... На самом деле, да, вполне могли победить и черные, но скажу по секрету, что этого не случилось. В смысле могли победить черные? Просто снести флаг. А. У меня 4 десятых в один момент оставалось. Ну да, кстати. Я думаю, что взял Владю. Ну... Вот, можешь сказать, в какой момент позиция... Ну тут уже выиграно. Тут выиграно. Да, ну тут да. Нет, если Владю просто на 6 отойти. Что-что? Владю, вот не король А3. Тем временем, в общем, в прямом эфире белые дали мат, и счет в матче стал 2 с половиной на пол очка, и, к сожалению, на этой доске я не могу двигать фигуры. Какую ты позицию имел в виду? Ну вот последний ход, допустим, не король А3, Владя А6. А, там снизу Владя выигрывается, что ли? Ну, Владя идет вниз просто и... Да, да, да. Нет, там уже поздно. Вова давал лишние шахи, но крайне в этом было тяжело разобраться на падающем флаге. И вот тут возникла небольшая пауза между партиями. Знаю, я бы, конечно, попытался бы ее перемотать, но не уверен, что это правильное решение. Тем временем, что скажете по поводу вот только что закончившейся партии? Ну, технично сыграно за белых. Черный мель, хороший шанс на ничью. Мне кажется, скорее наоборот. То есть, если бы это была партия в классику, можно было сказать, что Вова очень далеко посчитал и увидел, что он жертвует фигуру и из чуть худшей позиции переходит форсировано в ничейное шпице. Не, ну, не важно. Ну, наверное, по факту это был с его, конечно. Да, и почему у нас не открывает следующая партия? Ну, трудно сказать. А, вот она началась. И в этой партии Вова Михайловский играет белыми. Ему нужно побеждать, потому что уже счет 2,5 на пол очка. Просим прощения, те люди, которые записывали данный видеоролик не совсем ответственно видимо подошли к этому процессу. Ну да, и Вове надо побеждать, потому что счет 2,5 на пол очка и в случае еще одной победы одного из ваших комментаторов ситуация становилась совсем угрожающей. Потому что, напомним, матч состоит из 8 партий. Соответственно, 4,5 очков достаточно для победы. Ну, вот Вов попробовал тоже еще не кипит сыграть кунь Е3. Да, и вот тут у черных есть довольно интересный тактический ресурс. Кунь бьет Д4, ферзь бьет Д4, Кунь Е4. Интересно. Ферзь Д3? Ну, ферзь Д3, слон Ф5. То есть можно играть спокойно, то есть можно сделать ход Е5. Не знаю, слон Е4. А Е5 нельзя? Е5 можно, но Грунфель довольно неплохой это белый, то есть даже после Кунь бьет С6. Слон на Ж7 расположен не идеально. Вот эта операция с Кунь Е4 и потом Кунь Е4 выглядит заманчиво. Единственное, мне кажется, что вот объективно белым стоило рассмотреть, особенно в условиях плитца, ход Ферзь бьет Ж7 в шах. Да, Ферзь Ж7, да, я его только тоже сейчас считал. На Кунь Е4 Ф6, две фигуры за Ферзя, но чернопольный слон силен, центр черных под давление может быть стоило атаку. Потому что здесь, вот здесь под слонами 5, у черных очень простая игра, по-моему. Но мы видим, Гоу хотел какую-то свежую позицию получить, а в итоге оказалось, что Никита здесь все знает, и все понимает. Нет, ну я абсолютно ничего не знал, просто позиция неприятная. Не могу, это позиция, по-моему. Блин, Ферзь Ж7 это гениально. Как это может было не сыграть? Что? Ну, Ферзь Ж7 ходом назад. Почему? Вместо Ферзи З3, Ферзь Ж7. Ну, потому что играет Вова, а не, например, Владислав Чижиков, который любит подкручивать. Вова не склонен соглашаться на объективно проигранные позиции с целью нахождения практических шансов. Мне кажется, что вот здесь стоило сыграть Кунь бьет Е4, вместо Ферзь Д2. После слон Б2, Ладья Б1, ДЕ, Ферзь бьет Д8, Ладья Ф бьет Д8, Ладья Б2, Ладья Д2. Да, да, я помню, я считал. Владейник сильно в пользу черных, но какие-то шансы на спасение еще были. Ну, Ладья на Д2, нормально. Да, тут, мне кажется, два слона просто разрывают позицию белых. Е6, надо играть? Можно, но нет большого смысла. Ход Ладья Ц8 напрашивается. Д4. А, нет, Д4 не было. Ну, сейчас Д4 гроза, потому что Д2 будет висеть пешка. Да, все очень приятно. Да, я даже не знаю, уже есть спасение у белых или нет. Ну, основные 5 обычно в таких позициях всегда прогоняем, а что там стоит, никакому не сдвинут. Ну, как можно было сыграть в Ферзь 7? Я разочаровался. Да, на самом деле, Кирилл прав, в Ферзь 7 стоило сыграть. Мне было бы крайне неприятно такой поворот событий. Да блин, это же финал, ребята. Какие там, какое сушил? Ну, тебя не вово ходит ладьез СА1 на Д1, а потом следующим ходом на Ц1, в ряд это очень убедительно. И учебник, по-моему, есть способ форсирования победить. Через 5 лет это двойная связка. Сол же 7 стреляет на Б2, Ферзь опять на Д2, но я не вижу способа защитить здесь коня на ЦТ. Здесь один, да? Ну, я не знаю, как защищаться. Да. А все потому, что в Ферзь 7 я был сыграл. Он не умирает, умирает, инфига партии. Он сам виноват Дмитрий Слизунков. Почему? Ну, потому что он обыграл Владислава Чижикова и уехал на турнир и не сыграл Слава Николаевски. Не убедитесь, не убедитесь. Не ладите, не убедитесь. Просто я даю Петя, Петя, Петя. Да. И, возможно, счет матча был бы иным. Ну, тем временем Никита Петров повел со счетом 3,5 на полочка и шансы на победу в матче во всем турнире соответственно стали очень высокими. То есть уже в этой партии можно все закончить? Да, то есть Вове нужно побеждать в 4-х подрат. Но вот эта партия, к сожалению, не состоялась, потому что мы сели не тем цветом играть. ничего не разберем. Да. Первый ход будет Ж3. Как же, ребят, в РЖ7 можно было не бояться. Первый ход Ж3 я делал, насколько я помню. Это специальная подготовка была под Вову Михайловского. Да, будем допустить его построение с ходами Е6-Б6 на воиндийских построениях. А тут получилось старое индиющее Петя, тебе будет что сказать по поводу этой партии. Да. Известная традиция. Я сейчас тоже играю. 9-8, мне кажется, не сильнейшая. C6 или ЕD более принципиальные ходы. Ну, по-моему, все придет к одному тоже. все равно типичная контроля у черных, у белых типичная первая пространство. Конь обычно на C5 остановится. Да, я не уверен, что конь Е5 плохой, но Петя прав. В большинстве случаев коня ставят на цепь. Как-то слишком много фигур на диагонали. И белые хотят, очевидно, поставить еще одну. Да, вот если бы он сделал на цепь, то хор будет тригон, Вот, Кирил, согласись, эстет здесь пошел бы КРХ8, чтобы после слома Б2 получить диагональ полностью заполненной фигурой. Эстет бы пошел. Ты намекаешь, что Вова не эстет, да? Да. С Вова не похож на эстет. Кто знает. Крайен. Особенно внешне. Ты видел много эстетов? Ну, не знаю. Если я ее увижу, он не будет любить какого. Но тем временем, Вова трактует стародейку как обычную позицию с заживом мараться. Ничего не зевает. На мой взгляд, немножко неправильный подход. У Белых есть небольшой, но комфортный перевес. Сколько я помню, я уже хотел в этой партии сделать ничью и отфиксировать пока не имея тайбрейк. Переход в тайбрейк. Да, я считал, что если честно, в случае ничей полочка в оставшихся партиях я как-нибудь наберу. вот интересно тут обычно всякие идеи с ферзи Б2 и по диагонали по одному коль на Д5 это приходит. Небаверное, как вот придет на Д5 только мимо слона. Я думаю, может быть, стоило пойти Б4 в этой позиции вместо начать что-то делать со словом, что же 4 немножко абстрактных ход и вот вот встречая конкретно. А если бытовой ресурсу не было просто пригиба на гумерном черном. все святое в 5 уже там проблемы, но... типичная фиксация фланга. Белый сохраняет небольшой перевес, но он явно уменьшился в сравнении с тем, что было. С6 очень грамотно, не пуская коня на Д5 а потом на Ф6. Можно конь 2 конь на Д4? Нет? Медленно? Да, ну и медленно, непонятно, что конь делает на Д4. Ну, может на Ж3 поэтому. Поэтому я гаю глотак. на самом деле, действительно, с идеей перевести на Ж3. Потом, может быть, С4 H5 пешку на А6 по Карлсену. Это тоже не одно. Ну, в итоге, на самом деле, после конь G3, ладья Е8, черные создали некоторых фигурное давление, приходится менять эти ладьи. И, кажется, срел Ферзь Е2, черные еще раз надавили ходом Ферзь Е7, пришлось меняться. Вот, важно, чтобы Ферзь черный стоял на черных веточках в каких-то лицах. Вот. На Б6 хорошо уходил. Вот как как вы оцените эту позицию? Ничья. Ничья. Да, я тоже был крайне пессимистично настроен. Я думал, что сейчас придется, скорее всего, менять ладьи. Но, пешки пешки слабые. Да, не знаю, то есть, можно было пойти ладья Е1, и просто ладья отставала ладья Е2, и это была совсем равная позиция. Я решил еще немножко проиграть на победу. Не уверен, что это было правильное решение. Ну, к тому же, у черного, после, мне кажется, надо было давать шаг обратно на Ц3. у меня впечатление от этого матча было, что это матч с Чижиком, потому что ты мало проигрывал победу. В общем, в общем, ладно, сложно. Опять же, мы не будем говорить о том, как закончился этот матч, но скажу, что, в общем-то, удалось не выиграть довольно много партий, несмотря на отсутствие игры на победу. Не, ну, просто Никита не использует мощь, такая сборная России при Капелло. Да, такая сборная России при Капелло как-то не выигрывала. Ну, в общем, не суть, тем временем, вы, очевидно, зевнул пешку на Б7, и тут уже техническая позиция. Да. Пытаются черный создать контр-игру. Теперь, если Белый поставит пешку с H3 на H5, то после кони в 2, ладья H3, будет мат. Насколько я помню, в ампакте меня это немного беспокоило. Хочется пойти H5, но тогда будет мат. Да, пошел специально H4, чтобы проиграть. Я думаю, думаю, что если бы я получил бы такой мат, то матч пошел бы совсем в другую сторону, и вряд ли бы я его удержал. Ну, можно было ради интриги, ради величины. Это было слишком, был бы слишком сильным. Слишком сильным психологическим ударом, по мне. Согласен Кирилл, что можно было мат пропустить? Причем, матч, матч не был куплен. Не был. А где коррупция, Феникс? Да, коррупция. Но, но коррупция. Такой вот небольшой криминальный. Такой вот небольшой трюк на взятие ладьи просто жаж, и пешка проходит в ферзи. Ну, сейчас на черном остается крайне мало выбора. Неправильно. что, ребят, серьезно коррупции не было? Нет. Единственная честная организация. Вова не подкупен. Ну да, особенно вот после хода короли, 8 Вова. Так все, матч закончен уже. Да, объективно матч закончен. После этой партии еще стал 4,5 на пол очка. И... Да, собственно, Вова все равно молодец. Вова отобрался в турнир претинентов напрямую. Победил в большом количестве матчей, если я не ошибаюсь, в пяти. Прошел очень сильных соперников, но вот финал у него не задался. Но все еще и шанс забить гол престижа. Чемпиана Киева, чемпиона Киева Награда. Не знаю, был бы Антон Майдер чемпионом Питера почему-нибудь. Наврядно, все-таки. Питер очень большой город, но Антон очень сильный шахматист. Понятно. Антон очень хорошо играет как там в Атону или шахматы. Чемпиона Питера по Атону в шахматы. Да, но тем временем Вова пытается размочить счет. Счет 4,5 на пол очка Антон Майдер напомню. И Паутин Бескаря на С6 вот такая вот ежовая структура она должна быть очень приятной Вове потому что позиция с маленьким перевесом у белых без особого риска. в общем я не уверен, что на два результата фигур много, белые сильно не рискуют. Как закрала бы играть эту позицию? Не закрала ненавижу таких позиций. Согласен. Мне кажется печь у тебя должна подходить за черных. Можно заход вернулось Эд? Я пытался играть. Что заход вернулось я убираю фигурность под инген и хочу провести уже d5 или b5 в вариантах чтобы просто взятие пешки владья не скрывалась на c1. Да, может подходит. Ну не знаю. Ну ферзь d3 наверное стоит просто неточность. Здесь я посчитал несколько секунд и сыграл d5. И мне кажется что у белых уже крайне неприятная позиция. Вот тут черных ждут когда можно сходить d5 d5 Ну тем более поставить с обычным движом мне кажется это лучше на верхнем счетах что слон стоит не на есть и на жесть. Да. Еще не заманчивая идея d5 d4 но сейчас уже не надо. он уклонился от этого уголы вилки но черного просто выиграть пешку после dc. Хочется как мне и 4 пробить. Не знаю мне не хотелось мне хотелось получить лишнюю пешку. Правда вот тут возник немножко неприятный мир что E5 играть не хочется закрывая все свои фигуры отнимая поля у них то есть слон уже 7 просто ужасный будет соответственно надо убирать ферзя куда его убирать не очень понятно Концервация после долгих тяжких раздумий если я не ошибаюсь сыграл ферзя 7 Да ферз ушел до лучших вина Ну с другой стороны у чарных очень много стратегических выгод все равно в пользу черных возможно ну конечно лишняя пешка чё здесь говорить да и черный да и более всего чего хотели ну вот Вова пытается задать контр-игру где-то манелор слона через запасы должен предойти так конь f6 суждения не проходит потому что я просто бью конь f6 и на E в ладья записает поэтому Вова пытается ухудшить положение черных фигур наверное это здравое решение он даже лучше не думал что лучше но для тех среди через две фигуры ну да вот она вообще в учебных перевес но в прицепе говорить о комбайзут атищи очень рано но он он очень быстро попросили на шмоте но с ума шпатисты гащущего это вообще не свойственно вов чувствовал себя уверенно вот ниже вова пытается перевести слон на f6 и создать серьезную угрозу королю я думаю кирилла забирает посмотри какой слон на f6 красавчик акацов 8 выколилось выколи вот пошел вот очевидно вов пытается сарять конь h5 с идеей ножа ждать мат не знаю что это дает но мне в этот момент стало неприятно насколько я понимаю гида смысл ман я должен строить стасла шесть играть сразу но при этом то совсем сейчас ясно для меня причинам отказался от этого хода хотя сейчас смотрю и понимаю что надо было сложить играть ну так неожиданно но это ощущение что я совсем недооценивал этот ресурс я думаю как это за руку ну да я пришел фикс бусин по-моему журцов смотрел меня все но в ходе уход в моем стиле если честно разъезд я не смотрю вот авто и я не очень понял смысл куда ты потом оказал что просто мол переводит нас с одной нерабочей диагональ на другую нерабочей диагональ если не словно последовало на самом деле не такая плохая идея теперь к сожалению на любой откок коня в частности на коль d7 который активно рекомендовали некоторые люди которые смотрели эту партию в онлайне на ход конь d7 белых был ресурс конь бьет е6 или ладья бьет c7 ферд c7 потом конь е6 на конь е6 красиво да и поэтому к сожалению ход конь d7 в противном случае был бы очень выгоден для меня но делать его не получается как вы видите владимир михайловский уже обогнал никиту петрова по времени мы переживали потому что конь d7 не заплетит и это единственное в чем владимир михайловский обогнал никита петрова в этом финале только по времени зато в каждой партии это тоже очень важно кстати будет показать стабильность признак мастерства очевидно что вовы играл уверенно и легко а мне еще не давали с трудом ну да но шахматы вообще трудно играть вот тяжело же ходить понимать что ты делаешь явно не лучший ход да ужасно ужасно каждый раз в доме маленький диализм перфекционист тем временем тем временем конь е2 очень слабый год потому что у меня появился в том что сыграть конь d7 я мечтал об этом всю партию буквально и вот мне кажется объективно членов уже практически выигран потому что можно взять на f6 взять на h2 можно выбросить слава на c5 можно выбросить ферзан на c2 в общем все возможности замачивая как бы вы сыграли ферзан 2 а ты петь не знаю продумал бы еще секунд 20 петь принимает то решение которое обычно нравится мне подумать еще 20 секунд вот ферзи2 на мой взгляд неплохая идея то есть после ферзи2 можно было просто взять ферзя взять на f6 и взять на a3 остаться с двумя лишними пешками ну я решил повеселить зрителей и сохранил ферзей вот это веселось конечно это стоило мне очень большого усилия воли на самом деле потому что очень хотелось перейти в энджпи с двумя лишними пешками ну я решил дать мат ну да вот он амбийцы проснулись да ну объективно белых конечно очень тяжелая позиция потому что хода не видно следующего драйв драйв видите это драйв ну и к сожалению тут я изменил себе или наоборот остался верен себе можно было сказать ферзя 2 и дать мат но я решил перейти в энджпи с лишним слоном и двумя пешками и тут вова признал свое поражение и сразу скажу что этот матч не продолжался амбийцы с учетом пять с половиной пол очка победу одержал я да 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 фантастический результат никто от него не ожидал я уверен что Вова еще победит в Кубке Феникса я не уверен что Вова еще победит в Кубке Феникса я думаю что если этот нокаут турнир будет ежегодным то у Вова все равно у него очень много шансов потому что каждый раз это адская рубка и в нокауте невозможно предсказать победителя Вова бросил школу и смогу его отшахнуть я думаю что в нокауте ему будет очень тяжело вне зависимости от того бросил он школу или нет а вот обычный Кубок Феникса есть отличные шансы выиграть по моему но надо опять следиции с Никитой но по моему выиграть Кубок Феникса сложнее чем Нокаут Fеникс я думаю что выиграть Нокаут Fеникса сложнее потому что это нокаут и что любой человек может тебя обыграть да, ну что игрожата ребята, принимайте участие в наших турнирах любите шахматы и, наверное возможно возможно вы когда-нибудь станете чемпионом кубка или накроут в турнирах Феникса под эту замечательную составку из обрезанных букв я думаю пора заканчивать видео большое спасибо всем кто принимал участие в нокаут турнире поздравления Руслану с третьим местом Вове со вторым ну и мне с чемпионством берегите себя играть в шахматы всем пока всем спасибо за внимание